Чтобы не делать вертикальных разрезов, высвободить для нас всю зону дальнейшего препарирования. Отслаиваем мы теперь, что основной объем выполнен. В межзубных пространствах да, а в области зенита нет. В области зенита она на лоскуте вся. Естественно, что в данном случае на биологической модели мы немножко грубее работаем, потому что у нас условия другие. Переходим постепенно к мобилизации. По мукогенгивальной границы устанавливаем скальпель параллельно слизистой. И как перышко порхаем под слизистой, так чтобы видеть скальпель под слизистым слоем. Не уходя далеко и глубоко, просто отслаиваем собственную слизистую от мышц и тяжей. Ну вот, как видите, мобилизация выполнена. Лоскут неподвижно лежит. Теперь мы переходим к доэпитализации межзубных сосочков. Но здесь она, конечно, некоторым образом условно выглядит, потому что сосочки здесь уже утрачены сами по себе, по структуре. Просто этой челюсти модели биологической у них просто их нет. А вот в области адентиния, если, например, такая же ситуация клиническая у вас будет у человека, вы можете смоделировать вот этот анатомический сосочек, доэпитализировав, и вот к этому участку вы будете подшивать свой слизистый анастичный лоскут в будущем. Обработка поверхности корня проводится. Мы начинаем фиксацию слизистого анастичного лоскута с центральной рецессии двойным обвивным швом. Вкалываем вестибулярно, проходим на небо. Обвиваем вокруг зуба. Вкалываем небно, выходим вестибулярно. В этом случае мы прошиваем доэпитализированный анатомический сосочек. Делаем петельку. В следственном косичном лоскуте вестибулярно с другой стороны. Стараемся вертикально расположить по возможности. Выкалываемся, выкалываемся небно. Обвиваем. Небно в основании сосочка. Выходим вестибулярно. Подтягиваем и ушиваем. Вот сейчас по двойному обвивному шву. Есть хоть один вопрос у кого-нибудь? Да, у меня какая-то ощущение, что сосочки идеально не нанести. Почему? Подтянулся. Вот он. Вот он. Не видно, да? Вот он. Кстати, петля не горизонтальна. Не протекает. Не будет давить дистальность сосочек? Куда? Ну, шок. Дистальность сосочек. Да нет, не будет. А вестибулярно мы не прокалывались? Прокалывались. А последний раз нет. Давайте еще раз тогда сейчас. Вот так вот. Не думаю, что ты его взять, что ли. Какой хитрый пинцет. Да. Тут удобный шовный пинцет, если вы работаете мягкими тканями, конечно, без него как бы не обойтись. Нет, здесь нету между... Да, я его тоже... Вестибулярно вкол, выход на небо, обвиваем сквозь этого монстра. Поскольку у вас здесь уже шов наложен, да, вы уже не можете так сильно как-то двигать, то обычно ассистент у меня просто помогает, она придавливает слизистно-кастичную лоску, чтобы он не поднимался во время ушивания. Я уже вот на зафиксированный с одной стороны лоскуте, когда уже первый шов положен, я шью второй, я уже пинцет шовный с этой стороны не использую. Сейчас через лоскут тоже. Да, сейчас все вот через лоскут, вот вам вертикально, пожалуйста. Правда, там тоже было вертикально. Небно. Шевали? Да, да. Небно. И вот я выхожу, видите, вот в межзубном пространстве. Мимо лоскут. Да. А вестибулярный сосочек сейчас проколол? Нет. Вот, смотрите. Вот, видно, да? Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающихся технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор. Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю сколько знаю. Ну, наверное, лет 25, да? Наверное, примерно так. Вот. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Что она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даше. Я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот. Да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Да, поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смельяков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Настер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уроке.